Я провел такие исследования, общался с разными женщинами и вывел определенную закономерность, что если женщина очень сильно устремлена в деятельность, она считает, что сначала надо выучиться и определиться на работе, утвердиться там, и она очень сильно жаждет в социуме найти себе хорошее место в жизни, то дальше она претерпевает 4 стадии. И эти все 4 стадии зависят от напряжения пингонади, от этого канала психического. Смотрите, вся сфера деятельности, связанная с обществом, общественной деятельностью, она находится вот в этой сфере волевых функций, которые для женщины крайне тяжелы, потому что женщине легче действовать в сфере эмоциональных функций близких отношений, не деловых, а близких отношений, эмоциональных отношений, а не волевых. Женщине легче решать все с помощью эмоций и теплоты, но это не деловые отношения. Деловые отношения означают, иди, сделай, до свидания, все, никаких эмоций, просто воля. Раз, два, три, четыре, даешь. До свидания. Здравствуйте. Неженская энергия, понимаете? Когда женщина напрягает пингонаде, а и до нади, вот этот женский канал отношения, тепла, любви, родственных отношений, она не восполняет в полной степени, то у нее начинаются и гормональные, и психические дисфункции, которые приводят к тому, что женщина постепенно, незаметно до себя, начинает сильно психически напрягаться и уставать. Но так как для женщины сфера общественной жизни является отдыхом, а не работой, там она отдыхает, она там показывает себя, рисуется, отдыхает. Когда там, в этой серии, ее заставляют тяжело трудиться, то сначала она думает, вот мне вот эта работа понравилась, я там сейчас буду счастлива. Первая стадия – это сильный интерес и энтузиазм. Вторая стадия – усталость. Она работает, думает, блин, наверное, не моя работа, что-то я здесь устаю, мне как-то напряженно здесь. То есть третья стадия – отвращение от этой работы, она не хочет туда ходить, мне надоело. Не хочу ходить на эту работу. И знаете, какая четвертая стадия? Отторжение. Не пойду на работу! Может, психика уже не выдерживает? И через садии они проходят у разных женщин празднов. Допустим, одной женщине нужно пять лет, чтобы дойти вот этой четвертой стадии на работе, а другой нужно год, а третий – две недели. Но это бывает только в том случае, если она работу ставит на первое место в своей жизни. Потому что если женщина ставит личные отношения на первом месте, у ней вот этот канал психически связан с личной жизнью активно функционирует, то на работу она пришла, поработала, начальник ей говорит – «Останься на сверхурочной, нам надо доделать». Она говорит – «Не могу, у меня семья, маленький ребенок, я пошла». Он говорит – «Так мы тебя тогда выгоним». «Выгоняйте». И побарабану. Если женщина настроена на то, чтобы работа для нее главная, она, понимаете, это воспринимает как семью. Поэтому начальник ей что-то говорит, она ему сразу подчиняется и пашет. И поэтому на таких женщинах постоянно пашет она. Понимаете, на мужчину не сядешь особо, на женщину, которая ведет себя вот так. Тоже не сядешь. Сядь, можно сесть на ту женщину, которая верна начальнику. То есть она ведется по-семейному с ним себе. Ну, то есть он на ней пашет, а она источается. И еще больше приходит домой и плачет, что ее заставляет больше работать. И вот так какой – горание психики. Женщина перенапрягается, истощается и убегает из этого места. Она не может там больше работать. Все, ей тяжело. Ей говорят – «Кандидат, что написал, а теперь доктор. Она вот так уже, вот этой уже кандидатской. Теперь доктор, что написали?» Она говорит – «Я не хочу». «Ты что, дура? У тебя такие способности. Ты же науку делаешь. Представляешь, ты будешь доктором наук, у тебя зарплата будет в пять раз больше. Ты вообще будешь у нас вообще…» «Нет, я не могу». И вроде бы кажется, что это просто из серии какая-то. Это какой-то бзик. Но это не из серии, то и не бзик. Женщина на самом деле спасает просто свою жизнь. Потому что чем больше она будет писать докторскую и кандидатскую, тем меньше шансов у нее выйти замуж. Потому что энергия, она не может сразу в двух направлениях двигаться, понимаете? И надо двигаться только в одном. Если женщина упахивается, и она как бы в социум идет, значит тогда она не сможет ни любить, ни рисоваться, ни привлекать к себе человека, ни строить отношения. У нее нет сил на это. Она, допустим, даже она красивая, молодая, но учится в институте. Она познакомилась с кем-то. Они гуляют вместе. И он ее спросит, «Ты чего мне не улыбаешься?» Она смотрит на нее, улыбается. «Ты меня любишь?» «Да, но я устала в институте». «Давай завтра встретись». Знакомая, дай сказаться. У нее нет сил просто. Она любит хороший парень, у нее нет сил. А любовь зависит от женщины. Потому что все наслаждаются кем? Женщина наслаждается кем? Она наслаждается тем, что мужчина обращает на нее внимание. То есть она своим же собственным телом наслаждается. И своей собственной психикой. И мужчина также наслаждается женским телом, женской психикой. То есть женщина – источник, объект наслаждения. И она должна излучать это наслаждение. Если она ничего не излучает, то он там помял, здесь помял. Ничего не работает. Что дальше? До свидания. Ищем другой объект наслаждения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!